Итак, мы познакомились с общим форматом описания функции. Давайте теперь обсудим некоторые нюансы. Во-первых, функция может не возвращать никакого значения. То есть это в привычном понимании слова функция не совсем функция, это скорее процедура, то есть мы выделяем некий логически завершенный фрагмент программы в функцию, даем какое-то имя этой функции, и эта функция исполняется просто как некий набор действий. Ну, например, это может быть функция, которая выводит некое справочное сообщение на экран. В таком случае функция может в принципе не содержать слово return, либо может содержать слово return где-то, но после слова return никакого значения не ставится. Тогда такое допустимо, и функция такая просто никакого значения наружу не возвращает. Также могут быть функции, которые не принимают никаких параметров. Ну, вот в нашем примере, который мы рассматривали, функция min2, она в качестве параметров принимала два значения a и b. Если мы хотим создать функцию без параметров, то мы описываем ее аналогично. Мы пишем def, имя функции и ставим круглые скобочки. Просто внутри круглых скобочек у нас ничего не написано. Дальше идет двоеточие и тело функции. Функция может также иметь произвольное число параметров. То есть, ну, сталкивались с такими функциями. Например, функция print. Мы ей можем передать один параметр, и она выведет одно значение. Мы ей точно так же можем передать два параметра, a и b, например. А можем три. Ну, и вообще произвольное количество параметров можем передать. Функция будет работать и выведет все значения на экран. Как нам самим реализовать подобные функции? Давайте сделаем это с поиском минимума. Ну, в принципе, такая функция тоже реализована в языке Python. Функция min, которая принимает произвольное значение аргументов и возвращает минимальное значение. Как это можно нам реализовать? Ну, точно так же пишем заголовок функции def min. В качестве параметров функции ставим звездочка a. Специальный способ указать, что наша функция принимает произвольное число аргументов. Все эти аргументы будут накапливаться в последовательности с именем a. И к этой последовательности мы можем обращаться. Можем обращаться с помощью индексов и можем итерироваться по этой последовательности с помощью цикла for. Тогда поиск минимума в этой последовательности выглядит абсолютно точно так же, как поиск минимума в списке. Мы в переменную m записываем значение первого элемента в последовательности и дальше пробегаем по всем элементам. Если встречаем более маленькое значение, то обновляем значение минимума. Результат возвращаем в качестве значения функции min. И эту функцию мы можем вызывать с произвольным числом аргументов. С одним, с двумя, с четырьмя. Также функции могут иметь значение параметров по умолчанию. Опять же, мы с такой функцией встречались. Это, например, функция print, которая имеет параметр такой, как end, который мы иногда не указываем. И тогда функция после того, как вывел значение a, переводит строку. Мы можем указать в качестве end параметра значения произвольную строку. Например, пустую строку. И тогда после того, как вывел значение a, курсор останется на той же самой строке. Как это можно реализовать? Ну, давайте посмотрим. Давайте посмотрим это на примере функции range. Ну, на самом деле, это будет наша специальная модификация функции range. Мы ее назовем myRange, которая будет принимать два обязательных параметра. Start и Stop. То есть, начиная с какого элемента мы берем диапазон значений и каким заканчиваем. Не включительно. И у нас будет необязательный аргумент step, то есть, размер шага, который по умолчанию мы делаем равным единице. Какое поведение мы ожидаем от этой функции? Ну, такое же, как от функции range. Только с тем отличием, что функция range, на самом деле, она не возвращает список. Она хранит внутри себя специальное значение, по которому можно итерироваться. А мы будем возвращать именно что список. То есть, вызывая функцию myRange с параметрами 2 и 5, мы ожидаем увидеть список из элементов 2, 3, 4. Вызывая функцию с параметром 2, 15, 3. Мы передаем 3 параметра здесь, да? Мы ожидаем увидеть все значения от 2 до 15 с шагом 3, то есть 2, 5, 8, 11, 14. Также хотим, чтобы эта функция работала с отрицательным значением шага. То есть, можем указать 15, 2, минус 3. И хотим увидеть вот такие значения 15, 12, 9, 6, 3. Как такое реализовать? Ну, описываем нашу функцию defMyRange, указываем значение start-stop, это два обязательных аргумента, и указываем значение step. И значение по умолчанию пишется сразу в описании функции. Мы можем поставить знак равно и написать некое значение по умолчанию. Тогда это считается дальше внутри функции, что у нас все переменные проинициализированы. То есть, в тот момент, когда мы функцию запустим, у нас все значения будут указаны. Первые два мы должны будем указать явно при вызове функции. Третье можем указать, а можем не указывать. То есть, если не указали, то будет такое, которое указано в заголовке функции. И дальше при реализации функции мы используем то, что у нас все три значения заданы. Реализация функции не зависит от значения step. Как мы напишем реализацию этой функции? Ну, посмотрим. Изначально мы создадим пустой список, куда будем накапливать элементы, которые нам нужно вернуть. И рассмотрим две ситуации. Если step больше нуля, и если step меньше нуля. Если step больше нуля, то мы идем от старта к стопу, от значения старта к значению стоп, до тех пор, пока наше значение x меньше, чем значение стоп. Если у нас значение степ отрицательно, то условие окончания цикла будет противоположное. Мы должны остановиться в тот момент, когда у нас значение x стало меньше либо равно, чем значение стоп. Мы идем от большего к меньшему значению. В остальном тут написаны примерно одинаковые конструкции, помимо знака в условии. То есть мы инициализируем стартовое значение в переменную x. Каждый раз до тех пор, пока условие верно, мы не дошли до значения стоп, мы добавляем соответствующий элемент в список и увеличиваем значение переменной x на величину шага. В конце, когда мы выполнили целиком цикл, мы возвращаем значение результата. Это мы делаем уже после обоих условий. То есть return.res у нас написан с тем же самым модством, что и, например, первая операция. Операция записи в переменную res пустого списка.